Бегун из СССР был звездой мирового спорта, но стал изгоем и свел в счет с жизнью летние виды спорт. Полночь 4, 19 ноября 2019 года ставил рекорды теперь никому не нужен бегун из СССР был звездой мирового спорта, но стал изгоем и свел в счет с жизнью. Владимир Кутц фото. Гетти имиджез. Участник Великой Отечественной войны Владимир Кутц случайно попал в большой спорт. Только в 26 лет легкоатлет присоединился к советской сборной, и уже через два года стал мировым лидером бега на длинные дистанции. Он 10 раз выигрывал первенство СССР и с рекордом побеждал на Олимпийских играх. Соперники боялись Кутца и называли его машиной. Он отдавал все силы для побед, из-за чего быстро подорвал здоровье и был вынужден оставить спорт. В 48 лет он смешал снотворное с алкоголем и больше не проснулся. Лента.ру о жизни и смерти великого легкоатлета. Он безжалостная беговая машина. Если бы в детстве полноватому и неповоротливому Вове Кутцу по прозвищу Пухтя сказали, что он станет звездой легкой атлетики, он бы никогда не поверил. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его родное село Алексина на Украине оккупировали немцы. Сразу после освобождения деревни юноша, приписав себе два года, попросился на фронт. За это время Кутц успел поработать связным в штабе, грузчиком и почтальоном в тылу. После окончания войны Владимир отправился служить на Балтийский флот. К тому времени окрепший и подтянутый Кутц заинтересовался бегом. Владимир Кутц фото. Go.p.slash.ap В 1953 году Кутца пригласили в национальную команду и назначили личного тренера Григория Никифорова, которого называли профессором бега. Партнеры по сборной с недоверием смотрели на 26-летнего новичка. Но в этом же сезоне Кутц стал чемпионом СССР, а еще через год на первенстве Европы в Берни завоевал золото на дистанции 5000 метров, установив новый мировой рекорд 13 минут и 56,61 секунды. Рекорд не продержался и двух месяцев. Достижение советского бегуна побил венгер Шандор и Хорош. Следующие два года Кутц вновь и вновь отвоевал звание рекордсмена мира, за что в прессе его прозвали роботом. Британский корреспондент Роджер Баннистер, бывший атлет или будущий министр спорта Великобритании, считал, что в беге Кутца нет мысли, однако победить его невозможно. В Кутцу я не нашел ничего, кроме безжалостной беговой машины, говорил британец. Надеюсь, мне никогда не придется выступать против Кутца. На Олимпийские игры 1956 в Мильбурн Кутц поехал в статусе фаворита. Когда советские спортсмены оказались в Австралии, то первым делом пошли смотреть город. Владимир в это время изучал дорожку на стадионе своего основного соперника. Им был британец Гордон Пири, незадолго до соревнований отобравший у советского бегу на мировой рекорд на 10 тысяч метров. Для этой дистанции Кутц выбрал тактику рваного бега, постоянно ускоряя и замедляя темп. По его словам, Пири следовал за ним, переходя с дорожки на дорожку. Британец был согласен на все, даже на зигзаге, только не на лидирование. Тогда Кутц решил сбавить темпы и жестом предложил Пири возглавить забег. «Британец лидировал всего 100 метров. Мы бежим рядом, и он настолько измотан, настолько устал, что ему, видимо, уже ничто не страшно, даже поражение», — рассказывал Кутц. Тогда советский бегун развил максимальную скорость и обогнал соперника. «Когда, по привычке, подняв правую руку, я разорвал финишную ленту, казалось, само небо лишилось олимпийского спокойствия. Замедлив бег, я прошел еще один, 26-й круг. Это был круг почета», — вспоминал Кутц. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 28 минут и 45,6 секунды. Пири, финишировавший только восьмым, говорил, что был раздавлен тем, как советский атлет обыграл его. «Кутц убил меня быстро той и сменой темпа. Надеюсь, мне никогда не придется еще раз выступать против него. Кутц величайший бегун, и я никогда не смогу победить его», — признавался британец. Через несколько дней Владимиру предстояло выступать на дистанции 5000 метров. У него болели ноги, от перенапряжения началось головокружение, врачи уговаривали его сняться с соревнований. Тогда Кутц заявил тренеру сборной, что не может бежать. Но партийные чиновники были настойчивы, надо, Володя. Для родины надо. На дистанции 5000 метров англичане образовали противокутцевскую коалицию, направленную против рваного бега. Но Кутц выбрал другую тактику, переиграв соперников. Он бежал равномерно, без рывков. Скорость спортсмена была настолько высокой, что американцу Белу Деллингеру и Югославу Велису Мугоши даже пришлось сойти с дистанции. Советский бегун победил с новым олимпийским рекордом 13 минут и 39,6 секунды, улучшив предыдущий результат на 27 секунд. Кутц был признан лучшим спортсменом года. Даже Баннистер признал, что советский атлет не просто робот, а один из умнейших тактиков мирового бега. Владимиру доверили нести знамя сборной СССР на закрытие игр. Ставил рекорды теперь никому не нужен. После триумфальной олимпиады в Мельбурне Кутц почти год восстанавливался. Медики настаивали на том, чтобы спортсмен бросил бег. Но Кутц возобновил тренировки и в 1957 году на чемпионате Европы в Риме установил новый мировой рекорд в беге на 5000 метров, пробежав дистанцию за 13 минут и 35 секунд. Рекорд продержался 8 лет. Это был последний победный турнир в карьере Кутца. Спортсмена вновь стали мучить боль в ногах, у него обнаружилась повышенная проницаемость сосудов и капилляров. Врачи предупредили, что бег погубит его окончательно. Кутц начал проигрывать всем даже на тренировках. Его жена Раиса рассказывала, как после очередного поражения он выбежал со стадиона, упал в кусты и начал царапать руками землю так переживал. В 1959 году он завершил спортивную карьеру. Владимир поступил в университет и жаловался супруге, работавшая журналистом, что всю жизнь потратил на тренировки, а знаний и образования не получил. Он стал работать тренером в ЦСКА. По словам жены, Кутц мечтал вырастить олимпийского чемпиона и повсюду искал одаренных бегунов. Владимир Кутц Фото – Михаил Озерский, Рия Новости Кутц успел воспитать двух талантливых легкоатлетов – Владимира Афанина, ставшего чемпионом и рекордсменом СССР в беге на 5000 метров, и Сергея Скрипку чемпиона и трехкратного призера страны в Степль-Чезе, беге на 3000 метров с барьерами. Афанину даже удалось побить результат, 15 лет принадлежавший самому Кутцу. Спортсмены вспоминали, что на сборах и турнирах тренер заменял им отца. Мы с Афанином, например, постоянно жили у него, пока Петрович не сделал нам квартиры в Москве, готовил нам, возил на соревнования на Волге, рассказывал Скрипка. Кутц готовил своих учеников к играм 1972 в Мюнхене, но за несколько месяцев до соревнований попал в аварию и перенес инсульт. После восстановления тренер начал ходить с палкой, и советские спортивные чиновники посчитали, что в таком виде тренеру нельзя показываться на Олимпиаде. Ученики Кутца поехали на игры без своего наставника и провалились. Афанин занял седьмое место в предварительном забеге на 5000 метров. Скрипка лишился шиповки, упал и также остался без финала. Если бы Владимир Петрович присутствовал в Мюнхене, мы бы с Афанином выступили гораздо лучше. Петрович мог завести, как никто другой. Он говорил, ваше дело заниматься спортом, остальные проблемы я беру на себя, вспоминал Скрипка. Кутц был раздавлен и начал пить. Он переживал развод со второй женой и остался один в пустой квартире. В разговоре с братом он сказал, ну, вот, браток, жил для семьи и не получилось. Ставил рекорды, теперь никому не нужен. 16 августа 1975 года Кутц позвонил Скрипке и попросил его приехать. Тренер был пьян. В два часа ночи Владимир принял смертельную дозу снотворного и запил лекарство алкоголем. Больше он не проснулся. Скрипка считает, что Кутц сделал это преднамеренно, видно, очень устал от житейских передряг. В последние годы любил повторять, что был великим спортсменом, а наша советская система сделала из него великого дурака. В день смерти Кутца во Франции проходил легкоатлетический турнир. Когда объявили о трагедии, соревнования приостановили. Стадион встал в память о великом бегуне Анастасия Борисова. Продолжение следует...